Привет, друзья! Весь день сплошные сенсации. Начнём с того, как Путин комментирует визит Синь Цзиньпиня в Америку и встречу с Байденом. Смотрите Путина. Просто надули. Как в народе кинули просто. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Это удар в спину. Надули. Просто нагло обманули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Ну а как вы хотели? Ну все умные люди всегда говорили, что Китай и Синь Цзиньпинь рано или поздно сольёт Путина. С нами мой коллега Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, здравия желаем. Ну, какое у вас ощущение пока от вот только начала встречи Синь Цзиньпиня с Путиным, с Байденом? Да, оговорочки у вас однако, Глеб Владимирович. Так что, ну хорошо. Во-первых, здравствуйте, рад вас видеть. Во-вторых, ну какое впечатление? Впечатление в целом ожидаемое. То есть мы с вами, я думаю, оба понимали, что главная цель и главный профит для человечества от этой встречи – это то, что Третья мировая война несколько задерживается, отодвигается. И поэтому человечество продолжит своё существование. То есть главное, что получили по первым результатам – это то, что, значит, Синь Цзиньпин и Байден обменялись телефонами, вот, значит, и обменялись телефонами в том числе и военных. То есть, в общем, по крайней мере, у них будет возможность выяснить, а что это там происходит и что это на нас летит. Случайно не хотите ли вы нас убить? Ну это вот важная история, потому что ровно, примерно год назад, значит, в результате визита, значит, спикера Нижней Палаты Конгресса США в Тайвань, эти каналы были разрушены. Китай очень обиделся и разорвал все вот такие вот коммуникации подобного рода с Соединёнными Штатами Америки, что действительно создало, ну, ситуацию достаточно тревожную. Просто когда две ведущие державы мира не очень разговаривают, то возникает проблема. И могут быть, как бы, и не спровоцированные какие-то конфликты, и так слово за слово можно и до ядерной войны доиграться. Ну а здесь, когда коммуникации есть, то такая угроза становится минимальной. Это главное. Вот, ну, есть мелочи уже, частные вопросы. То, что по просьбе Байдена Си Цзиньпин вроде как обещал немножко поменьше травить американцев искусственными наркотиками, что тоже, так сказать, ну, это явно, так сказать, хорошо для Америки, но так более-менее все равно для всего мира. Вот, во всём остальном, в общем-то, эта встреча, я думаю, что никакого, никаких последствий на основные точки напряжения в мире не окажет, потому что по-прежнему у США и Китая разные позиции в отношении войны в Украине. Ну, особенно, конечно, забавно было то, что накануне этой встречи помощник Байдена Джейк Селливан заявил о том, что, оказывается, Китай не оказывает, не поставляет оружие в Украину. Ну, правда, вот честно, прямо глядя в телекамеру, так и сказал. При этом, ну, да, да, вот он знает. При этом, вот буквально незадолго до этого министр финансов Силуанов честно сказал, что практически все боевые беспилотники, которые находятся на вооружении России, это китайские беспилотники. Поэтому вот, ну, ветром надуло беспилотник, такая штука. Вдруг неожиданно оказались китайские беспилотники на вооружении в России. Причем практически все, что есть, все китайские. Вот, поэтому в данном случае трудно сказать, на самом ли деле помощник президента Соединенных Штатов Америки не в курсе того, о чем знает весь мир. Или, так сказать, он просто таким образом пытается подготовить благоприятную почву для визита Си. Ну, то есть, Китай как помогал России воевать против Украины, так и будет помогать. Это очевидно, ничего здесь не изменится. Точно так же Китай, как будет поддерживать сепаратистские, ну, как бы анти, скажем, евроскептические, как это так называется, настроения в Сербии, так и будет продолжать пытаться разрушить Евросоюз внутри. Как он продолжал занимать антиизраильскую позицию на Ближнем Востоке, так и будет продолжать. Ну, и в отношении Тайваня, правда, там было сказано, что вроде как силовым путем, то есть военным путем он не собирается Тайвань проглотить, но, тем не менее, будет обязательно его, так сказать, ну, как бы поглощать невоенным путем. Ну, вот так, ничего не изменилось. Игорь Александрович, можно я вас на секунду остановлю, на секунду остановлю именно на теме Тайваня, потому что тут не только прозвучало, что военным путем Китай не будет захватывать, судя по всему, он его захватит мирным путем, потому что прям буквально накануне визита была сенсация совершенно, что там в Тайване объединились две оппозиционные партии, Гоминдан и Народная партия. Они обе за сближение с Китаем, там в разной степени, что называется, официальности, но тем не менее. А вот сейчас у власти находится партия, которая, ну, такой жесткий антагонист, да. И, собственно, Китай больше всего на выборах в январе победит эта же самая правящая партия, и по-прежнему Тайвань будет, что называется, сам по себе. А вот если оппозиция объединилась, а она объединилась, и она объединилась после визита какого-то, по-моему, гоминдановского лидера в Китай, и это вот сразу ощущение, что Китай получает Тайвань мирно, войны не надо, и теперь Синь Цзиньпинь приезжает к Байдену и говорит, ну, а что, старик, к Тайване нас уже в кармане, нам уже и воевать не надо, ну, давай обсудим остальное там, санкции снимем туда-сюда. Ну, это так, во-первых, ну, скажем так, во-первых, Тайвань еще пока не внутри Китая, поэтому поживем-увидим, вот, ну, такие предпосылки есть. На самом деле, вот этот визит в Соединенные Штаты Америки и Байдену, и Синь Цзиньпину нужен был в значительной степени из-за их внутренней ситуации, потому что Синь Цзиньпин приехал в Соединенные Штаты Америки на фоне, ну, прямо скажем, не очень спокойной ситуации у него внутри, потому что, да, он получил абсолютные диктаторские полномочия после 20-го съезда КПК. Практически результатом этого съезда стало сильное очень превращение Китая из страны, где существовало коллективное руководство, в диктатуру с персоналистским диктатором, ну, и в целом курс на милитаризацию, курс на имперскую политику, все это известно хорошо. Но вот последние события, когда Синь Цзиньпин вынужден был уволить министра иностранных дел, министра обороны, какую-то неопознанную кучу генералов, которые отвечали за ядерную безопасность, то есть на самом деле очень серьезная чистка, это, в общем, как-то вызывает ощущение, причем это люди, которых он сам назначил, это не какие-то там наследники другого курса, это его же собственные назначенцы, то есть, ну, какая-то вот суматоха происходит. Плюс экономические проблемы, самая высокая за последние десятилетия безработица среди молодежи, в общем, короче говоря, не очень хорошая ситуация у Синь Цзиньпина дома. Ну, по поводу Байдена тут вообще говорить нечего, то есть понятно, что в этой начавшейся гонке президентской, ну, в общем, скорее всего, не он является лидером. Это ничего, конечно, не значит, все может поменяться, но он явно не лидер этой гонки, и поэтому и тому, и другому важны были вот такие вот внешние успехи, как вот встреча, договоренность, рукопожимание и демонстрация того, что они, в общем-то, оба снижают напряженность. Так что оба являются бенефициарами вот этой встречи, вот этого процесса. Я думаю, что именно внутренние причины, как бы у каждого из этих лидеров стран явились побудительным основанием для того, чтобы они встретились и, ну, как-то продемонстрировали какое-то дружелюбие. Хотя Байден со свойственным ему таким, так сказать, своеобразным юмором на вопрос, а журналист Аси Си Цзиньпин является диктатором по-прежнему после всего, что было, ну, Байден, естественно, сказал, да, является. То есть только что, так сказать, о чем-то договорились, тут же Байден сообщил, что Си Цзиньпин диктатор, чем немало удивил, значит, китайских товарищей. Ну, Байден в этом смысле человек простой, значит, его спрашивают, Путин убийца, он говорит, да, убийца. Его спрашивают, Си Цзиньпин диктатор, он говорит, да, диктатор. Ну, что называется, спрашивайте, отвечаем. Ну, в данном случае, ну, а что он должен был сказать? Нет, не диктатор, да, ну, как-то странно. Или сказать, что, так сказать, вы знаете, вот, так сказать, я не знаю, я теперь уже, я уже теперь теряюсь в догадках. Ну, нет, сказал правду, но выглядело это, конечно, очень забавно. Очень важно, что, как мир, фондовые рынки реагируют на это ростом. То есть сегодня СНП 500, индекс 500 крупнейших компаний, подрост 4 500, это прям такая вот важная, прям вот высокая планка. То есть как бы все по всему миру деньги обрадовались, сказали, а, классно, войны за Тайвань не будет, уже, так сказать, намного легче. А дальше мы переходим к Израилю. Я прям сейчас нам попрошу показать вот видео, которое делают израильские военные, журналисты это перепощивают. Вы его показываете, а я расскажу, что там, так сказать, изображено. По-моему, там начинается с, это больница Шифа, знаменитая, под которой находятся все катакомбы Хамаса. И вот, значит, израильские военные там ее взяли, все находят там кучу автоматы Калашникова, вот они это показывают. Честно сказать, вот не впечатляет. Вот сейчас появится генерал целый, начальник пресс-службы Сахала, и, так сказать, он будет говорить, что смотрите, вот найдены доказательства, вот, так сказать, мы... А какие нужны доказательства, что боевики Хамас вооружены автоматами Калашникова и всех на все используют? А вот под землю еще израильская армия не пошла. Они там где-то эти подземные ходы обнаруживали, но не сунулись пока в глубину под землю. Но самое главное, что нам сообщают, да, что заложников не нашли. И, ну, в общем, я вот так смотрю на это и думаю, ну, вот это что, хороший пиар победы израильской армии? Это торжество и, так сказать, и ответ Израиля на теракты хамасовцев, которые всех расстреляли? Ну, честно сказать, такой вот пустынный этот пейзаж бесконечный нам показывают каждый божий день. И причем нам журналисты израильские говорят, что там очень сильная цензура, и чуть вот что-то нашли в больнице Газа, что-то интересное. А это несут медицинские аппараты в больницу, чтобы помочь. Это вот тоже часть пиара израильского, что мы очень мирные, мы очень добрые. Посмотрите, до зубов вооружены супертехника, супертанки, но мы тащим эту медицинскую технику в больницу, ну, для того, чтобы все, так сказать, весь мир... Ну, что, правда, после этого в мире прекратятся выступления против Хамаса, против Израиля, эти бесконечные митинги за Палестину? Ну, нет, да? А это уже вечернее видео, прям свежее, я попросил показать. Это порт взяли израильтяне, освободили, но уже, видите, там вечер, там ничего не поймешь. Ну, да, красиво, по-киношному, да, но опять пустота, убитых боевиков нет. Вот я, честно, вот смотрю, вот эта армия Израиля все снимает, там цензуру пропускает, и думаю, ребят, вы для кого это все снимаете? Вы таким образом хотите информационную войну выиграть? У кого? Вот это мне даже, в общем, смотреть, как бы, грустновато. Я смотрю с целью найти, ну, будет там хоть один убитый, так сказать, этот вот террориста, да? Ну, чтобы, так сказать, увидеть, что вы реально воюете, так сказать, не в космосе, а в каком-то... Что вы думаете вот об этом всем израильском пиаре? Я, честно говоря, вот я сейчас вас слушаю, пытался понять, а что вы... Что бы вы хотели? Вы говорите, что вам очень хочется посмотреть на трупы, Ну, да, вот они, в отличие от боевиков Хамас, которые вели свои съемки и показывали трупы убитых израильтян с удовольствием, садистским образом, значит, там какое-то количество боевиков Хамас уничтожено. Особенность этой войны заключается в том, что боевики Хамас прячутся за, так сказать, прикрываются больницами, прикрываются мирными гражданами. Какое количество из, значит, вот из убитых, там достаточно много убито в секторе газа. Какое из них количество убито боевиков Хамас? Я не думаю, я не уверен, что демонстрация трупов, так сказать, боевиков, она бы очень сильно украсила, была бы, так сказать, ну, вот каким-то важным информационным поводом. Ну, вряд ли это возможно. Я думаю, что происходит главное. Смотрите, что происходит на самом деле. На сегодняшний момент, в общем-то, главное, главное, Израиль занял те правительственные здания, здания парламента Хамас, потому что Хамас – это вот не просто террористическая организация, это власть, это реальный орган власти, это фактически орган государственной власти сектора газа. Просто вот, ну, так, чтобы были точки на дыр расставлены. Значит, так вот, здание этого, этой власти фактически заняла армия освобождения Израиля. Это вот, ну, что, это важная победа, то есть там вот этот вот Хамасовский рейхстаг, он взят, он взят, он захвачен. Да, безусловно, особенность этой войны заключается в том, что там продолжают укрываться в этих, в этом огромном метро, там, если не ошибаюсь, 500 километров протяженность этого метро. Ну, это так, это, в общем-то, такое вот себе, как московское метро, довольно серьезная структура. Там много можно вылавливать, значит, этих самых хамасовских террористов. То, что они не сунулись в подземные, вот в это подземелье, в это метро, ну, Израиль известен тем, что он дрожит своими, своими военнослужащими. И известна цена, которую Израиль готов платить за жизнь своих военнослужащих. Один, так сказать, капрал стоит свыше тысячи террористов. Это была известная история. Ой, не напоминайте. Не напоминайте. Ну, слушайте, это история, это факты, это никуда не денешь, это не развидишь. Вот, так что, поэтому, ну, это реально. Да вот один из этих вот обмененных тогда, он теперь является руководителем, командиром этого боевого хамаса в ГАЗе. Я в курсе, да, но это, понимаете, споры на этот счет, они ведутся уже не один год. И на самом деле это важно, что каждый израильский военнослужащий знает, что его жизнь берегут. И что если он попадет в плен, то за него, так сказать, будут драться. Израильское государство, израильское правительство, Израиль за него, можно сказать, будет драться до конца. Это важное ощущение, что Израиль своих не бросает. Поэтому вот споры насчет того, правильно, неправильно, это давайте оставим. Это такой вопрос довольно риторический. Вот, поэтому, значит, ну да, конечно, с точки зрения прагматизма надо было наплевать на этого капрала, отдать его на съедение и сказать, ну ладно, подумаешь, значит, бабы новых нарожают. Нет, Израиль смотрит на это дело несколько иначе. И именно благодаря этому, в том числе благодаря этому, на сегодняшний момент в израильскую армию идут сейчас, там идут даже те, кто вообще, в принципе, по религиозным соображениям служить не должен был бы. То есть те самые ортодоксальные евреи, которые, так сказать, в принципе, так сказать, отказывались служить в армии, а сейчас они записываются туда. Ну не знаю, насколько в массовом порядке, но записываются. И со всех стран мира приезжают в Израиль люди и пытаются записаться в Сахал, в армию Израиля. В том числе, не только поэтому, но в том числе, потому что у Израиля вот такое отношение к армии. И вот этот вот чудовищный обмен одного капрала на свыше тысячи террористов, это в том числе и, так сказать, ну как-то сказывается на отношении к армии. Вот так относятся к армии. Поэтому неизвестно, что было бы лучше. Теперь, что касается вот того, что происходит. Я ни в коем случае там не адвокат, не пиарщик Израиля и его армии. Но, тем не менее, я должен сказать, что прошел месяц. Ну сколько? Сегодня у нас какое? 16-е, да? Прошло месяц, ну чуть более, там месяц и почти 10 дней с момента вот этой террористической атаки. И в общем-то, ну фактически вопрос о уничтожении Хамаса в значительной степени решен. Потому что правительственные здания захвачены. Вот эта больница, под которой находится Хамас, она тоже захвачена. Какое количество боевиков уничтожено, мы, естественно, не знаем. Но, тем не менее, я думаю, что вопрос об уничтожении Хамаса фактически решен. Фактически решен. И у меня нет ни малейших сомнений, что Израиль эту задачу выполнит. Но дальше возникает гигантское «но». И вот это «но», оно огромное. И ответ на это «но» не существует на сегодняшний момент ни у кого. Потому что то, что Израиль освободит сектор газа от Хамас, это очевидно, это стопроцентно. И тут вообще, на самом деле, ни у кого особых сомнений нет. Но дальше возникает вопрос. А что делать? Кому передавать там власть? Понятно, что, как уже сказал президент Израиля, что мы не оставим там власть просто так. Это понятно. Это в данном случае как капитан очевидности он высказался. Но что делать? Кому там передавать власть? Какова конструкция там власти? Значит, кто будет создавать эту новую власть в секторе газа? Вот этот вопрос, конечно, совершенно на сегодняшний момент неизвестен. И самое главное, это то, что, ну тоже очевидная вещь, что в конечном итоге какой-то более-менее устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только после создания палестинского государства. А вот этот вот вопрос вообще практически на сегодняшний момент нерешаемый абсолютно. Потому что создать такое палестинское государство, которое бы не поставило своей задачей сразу же уничтожение Израиля, оно может быть на сегодняшний момент только таким. Вот только таким. И вот сделать так, чтобы это государство, чтобы была выполнена резолюция ООН и изначальный план 1947 года создания еврейского и арабского государств на этой территории, чтобы он был реализован. Вот на сегодняшний момент свет в конце этого туннеля вообще не просматривается. Вот это вот гигантская проблема, которая абсолютно точно, это не проблема Израиля. Вот это самое главное, что я хочу сказать. Это вообще не проблема Израиля. Потому что, извините меня, пожалуйста, но это не Израиль принимал решение о создании арабского государства на территории Палестины. Это не Израиль устроил вот эти вот войны, в результате которых создалась вот эта вот кошмарная ситуация в секторе Газа и на западном берегу Икеи-Ордан. И это не Израиль должен заниматься созданием палестинского государства. Вот. А кто заниматься? Соединенные Штаты Америки? Не получится. Арабские государства, Лига Арабских Государств, они создадут палестинское государство такое, которое будет ставить свою цель в уничтожение Израиля. Вот и все. Поэтому вот эта задача не решается, и она не просматривается. Вот в чем вопрос. Ну, я добавлю, что Америка пытается что-то сделать, и шеф ЦРУ Бернс буквально на днях сказал, что хорошо бы сектор Газа взяло под контроль египетское руководство, а иначе, мол, там вырастут братья-мусульмане, предшественники Хамаса, и это злейшие враги Египта. Но Египет уже открещивался, Египет не хочет, но, между прочим, это будет звучать, вот как вы говорите, да, ой, палестинское государство, вернее, или ситуация 1967 года, у них же у многих на лозунгах написано, а в 1967 году сектор Газа был под контролем Египта, ну и слава тебе, Господи. Только я не верю ни на один процент, я лично, что Египет возьмет этот сектор Газа, вот он ему нафиг не нужен, да. И вот что касается пиара, вот израильское видео, вот оно такое, а вот посмотрите, как оппоненты, враги Израиля, как они делают пиар, сейчас нам покажут видео из Вашингтона, такая, так сказать, манифестация, кто бы мог подумать, около штаба демократической партии, то есть это вроде бы, так сказать, ну, не самое главное, скажем так, гнездо защитников Израиля, и тем не менее, около них, сейчас там потасовки, там бьются народ, там все, так сказать, полиция их тащит, они, видите, блокируют этот штаб демократической партии, видимо, это они намекают, что в Конгрессе демократы как-то не так голосуют, хотя, если честно, за Израиль в Конгрессе, я так понимаю, что и республиканцы, и демократы, и чего вы тут устроили, вот если бы, вот такая же потасовка происходила бы, скажем, за то, чтобы было прекращение огня в Украине, я бы сказал, что это пиар, который организовал Путин, а вот здесь эти демонстранты требуют прекращения огня в Израиле, в Вашингтоне, у штаба демократической партии, я вообще не пойму, чей это пиар, я вот не знаю, вот у вас какое ощущение? У меня не ощущение, у меня знание того, что это не пиар, это, так сказать, это реализация настроения огромного количества леволиберальной части и самой демократической партии, и населения Соединенных Штатов Америки, в которой, ну слушайте, вы возьмите любой американский университет, возьмите, так сказать, любую кафедру, и там вот эти вот все люди, которые убеждены, что Израиль это фашистское государство, вот недавно было замечательное интервью, которое сделала вот эта парочка потрясающая Ксения Анатольевна Собчак у Слезкина, профессора американского университета, очень поучительная работа, очень поучительная, то есть там, ну и Ксения Собчак, она тоже там, ну как у молодежи выражается, расчехлилась, значит, она там вопросики такие задавала, потрясающие, то есть, ну там вообще мама не горит, вот, ну и Слезкин тоже такой, очень умный, очень такой раздумчивый американский профессор, который гуляет по, значит, лужайкам, значит, в Латвии где-то леса, и вот так раздумчиво говорит, что, ну Израиль это же фашистское государство, российское, никакой разницы между апартеидом в ЮАР, который был, и тем, что происходит в Израиле, нет, ой, я стоял, он был в этом самом, на западном береге реки Ордан, вот я стоял на КПП, и там так обыскивают вот этих палестинцев, еврейские, вот эти вот израильские полицейские, так это ужасно, вот, и я вот, ну я просто, я когда вынужден был уехать из России, я полгода жил в Израиле, я видел, что там происходит, там вот арабы там абсолютно равными правами пользуются, никакого апартеида там нет, вот, и я просто, ну слушайте, ну мы знаем, что такое, что такое апартеид в Южноафриканской республике, когда и сексуальные контакты были запрещены, полностью раздельное, раздельное существование, и это было действительно, это действительно апартеид настоящий, ничего похожего нет. Что же касается того, как на КПП обыскивают, слушайте, вот я пока полгода жил в Израиле, значит, дня не проходило, чтобы какой-нибудь, какой-нибудь террорист арабский не устраивал там ножевой теракт, ну просто приходят и начинают ножами резать израильтян, это вот просто сплошь и ряд, это будни, это быт, понимаете, вот, и, так сказать, и да, это ужасно, конечно, что на КПП это, ну простите, это другое государство, это другое, это люди идут на работу в другое государство, естественно, их обыскивают, особенно с учетом того, что, так сказать, каждый, ну чуть ли не каждый божий день и происходят теракты, и вот эти вот симпатичные ребята приходят из палестинской автономии и режут ножами израильтян, ну это же, ну как, и вот эти... Прямо сегодня было то же самое, простите, что перебиваю, точно такой теракт, они пытались на машине с оружием и с топорами проехать, видят, что обыскивают со страшной силой, прямо вот на этом пункте пропуска выскакивают, выскакивают, вот это было там, на севере Израиля, а не на юге, не у газа, естественно, вот, и начинают стрелять, их одного успели ранить, израильского солдата, их всех троих поубивали, у них там калашниковы топоры, то есть они реально ехали делать теракт с севера, так сказать, Израиля, это просто фантастика, это прямо сегодня, извините, что прервал, но это прямо вот... Глеб Валентинович, я все сказал, потому что вот те люди, которых вы показывали, вот эти вот, значит, манифестанты, которые против Израиля сейчас выступают в США, это люди, вот, понимаете, вот есть какая-то особенность ментальная, ведь очень многие вот эти вот левые интеллектуалы, которые выступают там против Израиля, против США, живут в Соединенных Штатах Америки, преподают на кафедрах в Соединенных Штатах Америки и, так сказать, выступают против, фактически, существования самих Соединенных Штатов Америки. Например, вот самый яркий пример – это выдающийся гений, настоящий гений, реальный, Нуам Хомский, значит, это действительно гениальный совершенно ученый, лингвист потрясающий, там, ну, но вот как только он выходит за пределы своей специальности, как только вышел за пределы своей специальности, лингвистика, антропология – это вот то, где он велик. И тут же он превращается в абсолютного конченого идиота, когда он начинает рассуждать о политике. И о политике он рассуждает именно так. Он поддерживает Путина, он поддерживает Хамас, он, ну, не Хамас непосредственно, он постоянно говорит о том, что, значит, американцы недопустимо себя ведут, поддерживая Израиль, что Израиль должен вообще прекратить вот эту вот войну немедленно. То есть, условно говоря, никто из них, никто из этих людей не высказал какого-то своего отношения к теракту 7 октября. Ну, как только Израиль начал пытаться защищать себя, ну, потому что понятно, что существование рядом с Хамас – это невозможно, это угроза существования израильского государства. Как только Израиль стал уничтожать Хамас, тут же у него на руках повисли с одной стороны, так сказать, 2 миллиарда мусульман со всего мира, 55 стран собрались в Ир-Риаде и попытались там объединиться, но, слава богу, не объединились, ну, просто потому что у них там внутренние противоречия гигантские. И попытались, что называется, 2 миллиарда мусульман, 55 стран, которые объединились, ну, собрались для того, чтобы, так сказать, выработать меры, ну, фактически уничтожения Израиля. И левые, так сказать, всех стран то же самое. Ну, то есть это действительно серьезная проблема. Это проблема и западного общества, это проблема организации объединенных наций, которые, вы обратили внимание, что антиизраильскую резолюцию поддержало 120 стран, а резолюцию, которую осуждает Хамас, поддержало, дай бог памяти, 14, по-моему, стран. Вот вам реальное соотношение. Против Хамас 14 стран, а против Израиля 120. Вот реальная ситуация в мире на сегодняшний момент. И говорить о том, что Израиль, вы сейчас говорите, вот у Израиля плохой пиар. Ну, слушайте, в условиях, когда вот такие настроения в мире, ну, довольно тяжело делать хороший пиар. Израиль воюет, Израиль защищает свою жизнь. И это главное. И в конечном итоге, я думаю, что, ну, вот очень характерно, что вот это вот собрание Лиги Арабских государств и объединение исламских стран в Эр-Рияде не выработало никаких конкретных действий. На самом деле, на сегодняшний момент, я думаю, что вот весь этот потенциал антиизраильских демонстраций, которые вы показывали, он все-таки не очень велик. В основном, этот весь пар, он уходит в свисток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok